Ребят, сегодня свободный день в Питере. Гуляем, смотрим достопримечательности, смотрим архитектуру, классные красивые объекты. Сегодня архитектура. Как появились знаменитые питерские дворы-колодцы. А еще посетим интерьеры обгоревшей лютеранской церкви с трехвековой историей, которая действует, где проходят невероятные модные выставки о прошлом, настоящем и вечном. Напоминаю, что у меня есть еще второй канал Swamps Education про зарубежное образование. Если вам интересна учеба за границей, обзоры на учебные заведения в разных точках планеты, заходите и подписывайтесь. Это действующая лютеранская церковь. Здравствуйте. Возможно, вы задумывались о том, как так вышло, что петербургские здания идут четко друг за другом. И картинку не портят мусорные баки или еще какие-то громоздкие предметы. Я говорю про центр. Такая организация городского пространства задумывалась еще при Петре. Петр I внедрил расположение домов фасадами на улицу, а все огороды и хозяйства были расположены внутри дворов, чтобы улицы были аккуратны, чисты и в едином стиле. Император буквально приказал строить дома в голландском стиле сплошными фасадами, чтобы было не только красиво, но и удобно. Чем еще была известна Голландия, а точнее Амстердам? Конечно, своими каналами. Петр хотел, чтобы каналы заменили людям дороги. Во-первых, для болотистого Санкт-Петербурга это было практично. Каналы требовались для оттока воды и осушения городских почв. Во-вторых, они имели транспортную функциональность. Прыгнул в лодку и гоняешь себе туда-сюда. Чтобы гонять туда-сюда было не только удобно, но и занимательно, Петр Первый поручил, чтобы дома были повернуты к каналу лицом, к лесу задом. В общем, для того времени в государстве российском вся эта застройка была уникальной. Это строительство породило еще один характерный питерский архитектурный элемент. Это одна из особенностей архитектурного планирования Санкт-Петербурга. Их происхождение тесно связано с историей и особенностями развития города. Начиная с основания города в 1703 году, Санкт-Петербург развивался как крупный административный, культурный и торговый центр. В связи с этим требовалась плотная застройка, чтобы разместить как можно больше жилья и государственных учреждений на ограниченной территории. В 18 веке были введены нормы и правила застройки, которые предписывали, каким образом следует размещать здания на участках. Это способствовало формированию узких длинных участков, на которых в глубине размещались дополнительные корпуса зданий. На передних улицах размещались роскошные особняки и квартиры для богатых горожан. А в глубине участка, вдали от улицы, строились менее представительные дома для аренды бедным жителям. Между этими зданиями образовались узкие дворы, которые с течением времени стали еще более затененными и узкими из-за плотной застройки. С течением времени дворы-колодцы стали неотъемлемой частью архитектурного ландшафта Санкт-Петербурга, образуя уникальные микропространства внутри города. Несмотря на свою замкнутость и частую тесноту, они являются важным элементом исторического наследия Петербурга. Музыка Музыка Красота! Храму почти 200 лет. Я зашел внутрь. Все очень новенькое. Чувство такое, что совсем недавно сделали реставрацию. При этом постройка, ну, ей уже почти 200 лет. Классно. То, что поддерживают, то, что поддерживают в таком состоянии, это все прям очень круто. Музыка Какая самая важная Петербургская улица? Конечно, Невский проспект. О нем вы узнаете больше из моего выпуска, посвященного конкретно ему. Его истории и достопримечательностям. Выпуск уже есть на канале. Сейчас же мы концентрируемся на архитектуре. Невский и все, что на нем расположено, вообще в совокупности выглядит настолько гармонично, словно это все единый организм. Связано это с работой трех зодчих, которые строили улицу, так сказать, на одном дыхании. Захаров, Воронихин и Росси. Воронихин, кстати, занимался и созданием Казанского собора, с появлением которого вообще возник один из первых в стране ансамблей архитектуры. Здание выполнено в стиле русского классицизма. В 1799 году объявили конкурс на лучший проект. А главным условием было следующее. Собор и площадь перед ним должны были быть похожи на собор и площадь Святого Петра в Риме. Сделать это было нелегко, поэтому Воронихин, который выиграл конкурс, сделал несколько по-своему. Если смотреть на Римскую площадь, то она окружена колоннадой и расположена напротив главного входа в собор. Повторить то же самое с Казанским собором было нереально, так как по правилам христианского зодчества вход обязательно должен быть с западной стороны. Поэтому Воронихин решил пристроить 96 колонн сбоку, то есть с северной стороны. Они сформировали крылья таким образом, чтобы не замыкать площадь, а как бы наоборот раскрывать ее. Еще одна важная Петербургская улица для оценителей местной архитектуры — Литейный проспект. Названа она так была в честь Литейного пушечного двора на левом берегу реки. Здесь же на углу Невского и Литейного почти 100 лет назад был установлен первый в России светофор. По адресу Литейный проспект 4 можно обнаружить здание в непривычном для Петера стиле. Конструктивизм. Какое-то время это здание принадлежало КГБ, сейчас ФСБ. А еще сюда Анна Ахматова приносила передачки своему сыну Льву Гумилеву, который был арестован как глава контрреволюционной организации. По крайней мере, так о нем думали следователи. На Литейном жили и работали многие известные люди. В доме 33 жил Сергей Есенин. В доме номер 24 Мережковский и Бродский. А по адресу Литейный 36 находилась редакция журнала «Современник» и отечественные записки. Здесь же по адресу Литейный 42 находился особняк княгини Юсуповой в стиле итальянского возрождения с использованием барокко. Облицовка здания выполнена полностью из песчаника, местного, гатческого и бременского. Из Германии. Существует легенда, будто Литейный дом княгини является прообразом дома пиковой дамы в произведении Пушкина. При этом здание было сооружено уже после того, как поэт погиб на дуэли. У особняка Юсуповой есть одна особенность. Над ним почти не работали никакие реставраторы. А значит, он сохранил свою оригинальность и историчность. В частности, его интерьеры. Парадная лестница здесь. Так называемая лестница в стиле Людовика XIV. Она выполнена из карарского мрамора. Здесь же и огромная люстра, расписные потолки и лепнина, которая демонстрирует богатство этого места. Вот эта улица, значит, у нас была, это Литейный проспект. Кто не знает, а, скорее всего, все не знают. У нас там находится офис. Это как раз компания, где я работаю. А компания, где я работаю, как она называется? Все правильно. Называется она Смапс Дюкейшн. Я на минутку приглашаю вас в гости, чтобы вы представили себе атмосферу. Компания занимается зарубежным образованием. И у меня также есть второй канал, посвященный именно конкретно учебным заведениям по всему миру. Там я делаю обзоры на школы, вузы, детские лагеря за границей. Прямо непосредственно из этих учебных заведений. Здрасте. Здрасте. А у вас встреча, да, сейчас проходит? Егор, может быть, вы видели. Здравствуйте. Я совладелец компании. Из Москвы сегодня приехал. Мало кто видит. И сегодня я вот случайно в Питер. Извиняюсь, что я отвлекаю вас. И я хочу, ребята, вам показать вид. Вот Питер, да? Какая красота. Вот чтоб такое видеть из окна своего офиса. Очень круто. Ну там бабушки выходят, курят, мне сказали. Вот тут читают газету девочки. Здесь визовые центры. Мария, рассказывайте вы, какие визовые центры? Швейцария и Великобритания. Швейцария и Великобритания. Маршрут построен. Питер. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, ребята, фантастическая церковь И фантастика ее не в том, что снаружи Хотя снаружи она тоже неплоха А в том, что внутри Это действующая лютеранская церковь И внутри здесь проводятся экспозиции Я сейчас пойду внутрь и все вам покажу Здрасте Билетик можно один, пожалуйста? Билетик можно один, пожалуйста Следующий наш пункт назначения Лютеранская церковь Святой Анны Архитектурный стиль Русский классицизм Первое здание церкви на месте нынешней Было освещено еще 300 лет назад И тогда деньги на строительство Выделила императрица Анна Иоанновна Позже, в 1775-м Начнется строительство Современного здания из камня Над его созданием работали Одни из главных архитекторов тех времен Юрий Фельтон и Луиджи Русско Здесь венчался художник Карл Брюлов При Петре в Петербурге Работали выходцы из Германии Нидерландов и Дании Которые нуждались в лютеранской церкви Лютеранство это протестантское течение В христианстве Которое возникло как результат Реформационного движения В Германии 16 века К началу 20 века Количество прихожан достигнет 12 тысяч В 1935-м храм закроют В 1939-м здесь создадут Кинотеатр Спартак А в 90-х здесь начнут проводить Дискотеки и рок-концерты В стенах Анненкирхи пройдут концерты Ленинград и Короля Ишута Здание засветится и в первой части Фильма Балабанова Брат Чем все это закончится? В 2002-м году суд обязует Администрацию действующего На тот момент рок-клуба Вернуть церковь ее прихожанам После чего случится пожар Который практически полностью Уничтожит церковь Реставрация начнется Только через 6 лет Сегодня обгоревшие интерьеры Выглядят почти так же Как и 17 лет назад И они сейчас остаются Визитной карточкой этого места Еще одна необычная штука в этой церкви То, что внизу есть бункер И в бункере сейчас сделали выставку Я вам не буду спойлерить Что там Но Еще одна необычная вещь для этой церкви А я сейчас просто стою возле бара Здесь как рядом с церквью Есть бары Также вы выходите И тоже здесь на улице Бары и рестораны Поэтому развлекайтесь Как хотите Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok